Всем привет! Сегодня не совсем обычное видео, очень хотелось начать его с того, что меня часто спрашивают, куда я пропал и почему давно нет выпусков про мои хабийные дела. Ну нет, конечно же никто ни о чем меня не спрашивает, но это совершенно не означает, что я об этом сам не расскажу. В данный момент я двигаюсь по славному городу Хабаровску с работы домой. На улице минус 20, вроде бы и не холодно, но ночью опять будет за 30, а для Хабаровска это достаточно холодно. Ну да ладно, не об этом речь. Немножко расскажу, чем я занимался все это время. В основном ничем, и тут обычно лень виновата, муки творчества и повседневная рутина. Но тем не менее, за январь и декабрь удалось дома своими силами сделать кухонную мебель. Не все завершено, конечно, но процесс идет. Кстати, в этой работе мне очень пригодилась копировальная втулка для ручного фрезера, которую я делал совсем недавно. Все отверстия под петли на дверцах я делал не сверлом Форстнера, как обычно это бывает, а фрезером по шаблону. Очень быстро и удобно, но правда и пыли получается гораздо больше. Если кто-то следит за моим инстаграм аккаунтом, то наверное видели, что иногда я делаю ход штампы для тиснения на древесине или кожи. В этой работе совсем мало творчества, а в основном просто отлажен алгоритм действий. Самое главное правило хорошего штампа это хороший эскиз. И он совершенно не обязательно должен быть каким-то сложным или заковыристым, а скорее наоборот простым и душевным. Вот один такой штамп я сделал для стоянного Юрия Николаевича. Если кто не знал, он увлекается столяркой на досуге. Долго думали какой эскиз сделать, но когда я увидел личную подпись, то понял, что ничего лучшего и придумать нельзя. Это был эскиз с первого взгляда. Весь процесс изготовления штампа был снят, смонтирован, но честно говоря я не вижу тут ничего достойного вашего внимания. И отдельным выпуском не выкладываю. Самое приятное во всем этом, что перед самым Новым Годом я получил теплый отзыв от Юрия Николаевича. Очень надеюсь, что он будет использовать штамп в своем столярном увлечении. Сережа, слушай, это у меня сейчас лучший новогодний подарок. Спасибо, дружище, спасибо огромное, я очень трогаю. А тем временем едем дальше. Зима в Хабаровске, как я и говорил, выдалась холодная по сравнению с предыдущими годами. И дрова в этот год начали заканчиваться с поразительной скоростью. И пришлось срочно пополнять запасы. В последнее время на дрова идут горбы из елки и листвяка, отходы с местных пилорам. Работа нехитрая, таскай да пили. А за это время можно в голове всякие разные думы думать. Как жить, как быть, да вам что показать. А показать есть что. Опять мелкотокарные работы намечаются без токарного станка. Нужно изготовить несколько мелких деталек, среди которых есть тонкостенное колечко, которое нужно будет точить и снаружи, и изнутри. Так что скоро будет новый выпуск. Нужно чуть-чуть подрифтовать его и записать озвучку. А на этом у меня все. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok